Да, так вот, по поводу того, что война до последнего украинца. Конечно, война до последнего украинца в буквальном смысле, я уже это говорил. То есть, если Медведев говорит, что вы украинцы, либо будете в составе России, единым целым с Россией, либо исчезнете, лучше покоряйтесь стране, которая вам неприятна, это лучше, чем исчезнуть. Говорит Медведев, который там, какое, второе, третье лицо в государстве. Сейчас в Российской Федерации, да? Если депутаты там, с украинской фамилии, как же фамилия, не Дьяченко, Диденко, что-то такое. Говорят о том, что Украина должна исчезнуть, как страна, украинский язык должен исчезнуть. Ну, ребята, конечно, до последнего украинца. Либо вы перебьете всех украинцев здесь, и война закончится. Ну, либо мы вас отсюда выдворим, а кого-то здесь оставим подсолнухами прорастать. Или уж кому как повезет быть крысами сожранными. Хорошо, если не живьем, кстати. Да. Ну, и в принципе, американцы там, не американцы. Американцы решают. Конечно, американцы могли нам, кто-то говорит, там, вы там в долгах все останетесь. Ну, мы хотя бы останемся, понимаете, ребят. Что вы предпочтете? Остаться в долгах перед всем цивилизованным миром, там, или просто исчезнуть, или стать частью русского мира, который дальше пойдет, там, на Польшу, на, я не знаю, на Британию. Куда? Я не знаю, куда они собираются. Там мозги на бегреи. Так что, ну, я думаю, что, тем более, я вот прямо сейчас посмотрел, долг, госдолг Украины к ВВП 80%. Да вы что, прикалываетесь, народ был. Какой я думал, мы уже давно в долгах, как в шелках. Ну, Запад просто дает нам в основном все на безвозмездной основе. Ну, старую технику, но зато бесплатно. Да. Молодцы. И потом, это их решение, как нам давать эту технику. Вы понимаете, что, ну, почему, допустим, вот опять же я вспоминаю этого, Збигнева. Збигнева, Збигнева-Бжезинского, который в 1994 году, он в этой статье своей преждевременное, понравилось мне название, преждевременное партнерство. Он сказал, что без Украины Россия не может стать империей. А с Украиной, подкупленной, а затем покоренной, Россия автоматически становится империей. Конец цитаты. Ну, представьте себе, что вы там на месте дедушки Байдена сейчас находитесь. И вы думаете, слушайте, ну, сейчас-то Украина, допустим, с Россией воюет. Ну, а может же быть такое, они же 300 лет, там, 350, там, с 1660. То есть у меня вот в Харькове стоит памятник, который поставили в 1954 году на Харьковском мосту русские с украинцем. В честь 300-летия объединения Украины с Россией. В Советском Союзе поставили, да, то есть в 1664 году, после Переославской Рады, Богдан Хмельницкий на поклон пошел в 1654 году, на поклон к московскому царю. Вот это объединение Украины с Россией, все. Да, вот сидит там этот дедушка Байден и думает, сейчас-то они грыкаются. А может, они потом померятся, да пойдут. А я говорю, я в 13-м году, когда я был совершенно про лояльным к России человеком, украинцем из Харькова, русскоязычным, да, родившимся в России от русской матери. Да, так вот, я тогда говорил о том, что... Там вопрос был, почему не берут Украину в Евросоюз? Я говорю, потому что нафиг не нужна, как делегия Пятое Колесо, Евросоюз, это Украина наша. То есть это так вот, только на больную мозоль наступить в России, писала в 2013 году. Но все поменяется, если вдруг в России придут к власти люди, которые решат, что надо восстанавливать Российскую империю или Советский Союз. Вот тогда последнему бюргеру будет понятно, что лучше сейчас Украине помочь и себе приблизить, чем потом выгребать от Украины вместе с Россией. Понятно же, да, что если Россия нас захватит, то она, как сейчас вот это вот Луган захватила, Донецк захватила, собрала там все мужское население и мясом на штурм, блин, дальнейшего Киева. Так же, как из Крыма под циркунами у нас первые трупы, это, блин, крымчане как раз, да? 24 февраля 2022 года. В первую очередь, потому что не жалко захваченных они. Вот и подумайте, что Байден сейчас сидит и думает, а нафиг, давайте пускай они, наверное, друг друга там поперемочат. Я просто, ну, это просто гипотетически разуждение. Но вы согласитесь, наверное, со мной, что они имеют права так рассуждать. Он думает о своем государстве, его благе и, в принципе, это его право и его обязанность на самом деле. И, может, вот, потому так и покапельно нам дают это оружие. Да, когда видишь, что уже кранты совсем мы сидим тут без боеприпасов, кину чуть больше боеприпасов. Когда увидишь, что мы немножко, блин, нафиг начинаем мочить эту Российскую Федерацию, блин, ну, начинают краник перекрывать. Ну, цинично, отвратительно с точки зрения украинцев, но с точки зрения государственного деятеля американца, там, или глобального Запада, вполне понятно, они нивелируют угрозу с Востока, да. То есть, украинцы с русскими перебьют друг друга, и вот это, там, даже если Россия что-то захватит, от этой Украины малышу останется. Может так рассуждать Байден? Запросто. Я не говорю, что он так делает. Я просто говорю о том, что мы во многом, блин, очень, намного было больше потерь, если бы нам не помогал Запад, намного. Конечно, мы бы сопротивлялись так же, как и финны в 1939 году, сопротивлялись вторжению Советского Союза. Но, так же, скорее всего, так же бы нас бы поломали, мы бы там где-то в схронах, блин, воевали бы дальше против рашистов. С другой стороны, было бы потери несопоставимо больше. Сейчас, извините меня, Британский институт, он этот, Министерство обороны, заявляет, 450 тысяч россиян погибшие или ранены. Выбало из строя на данный момент. Ну, ребята, это же хорошо, да, но для Британии, вот представьте. Ну, вот украинцев погибло тоже немеряно, да. Но я первое, что я говорю, поставьте, посмотрите на это с точки зрения западного мира, который думает. Там это проблем, то Советский Союз, то Российская империя. Может, пускай они уже друг друга там перебьют, да и хрен с ними, блин, бум. Ну, вот, так что, может быть, да, да, последний украинцы с этой точки зрения. Главное, россиян сейчас перебьем и будем дальше уже там как-то. Форпостом, да, такая судьба у нас. Ну, мы хотя бы будем независимыми, как украинцы, относительно. По сравнению с тем, как в ежовых рукавицах нас Москва держала, с этими голодоморами, там, с всякими и все. То есть, по-моему, форпостом быть на границе Мордора и цивилизованного мира, вполне себе нормальная участь для Украины. За это стоит воевать. Продолжение следует...